Этим кадрам почти год. В конце мая 2023-го сильные дожди накрыли Ставрополье. Гидрополисом регион, конечно, не стал, но некоторые территории оказались затоплены. Сильно досталось району Ташле в краевой столице. Машины превратились в лодки. Вода разрушила дороги и повредила дома. В этом году всемирный потоп, к счастью, не повторился. Но на Ставрополье погода сюрприз. И угроза затопления Ташлы есть до сих пор. Даже мелким дождям здесь совсем не улыбаются. Идет поток, идет вот сюда, потому что это самая нижняя точка, Чапаевка. А там, да, там реки по асфальту буквально. Вода где-то примерно, ну чуть ниже щи колодки. То есть в кроссовках это мокрые ноги, холодно. Как справлялись с ситуацией? Как переходили дорогу? С пакетами. На ногах? Да. Другого выбора просто не было. Справляться с быстрой очисткой дорог от воды должна ливневая канализация. Ее здесь не было. Но прятать ноги в пакеты скоро не придется. На перекрестке улицы Пригородной и Чапаевского проезда появился вот такой колодец. Идет обустройство поворотного колодца. Данный колодец соединяет коллектор, проложенный по улице Пригородной, с последующим, который переводит направление потока воды по Чапаевскому проезду в сторону места сброса. Дождевую канализацию начали строить в конце марта. Вот по этой траншеи идет труба. И в ту сторону тоже идет труба. По ним будет стекать вся вода, которая придет с ливнями. Дальше вода пройдет в фильтрацию и спустится в реку Ташла. Около 900 метров трубопровода диаметром 80 сантиметров уже готовы. Протяженность канализации составит почти 2 километра. Трубы полимерные. Их пропускная способность в три раза выше, чем у металлических или бетонных. Скорость потока дождевой воды по коллектору предусматривает пропускную способность 272 литра в секунду. Вследствие, если будет переполняться русло реки, воды, которые будут из него выходить, да, они здесь будут попадать на проезжую часть и частично они будут отводить дождевые колодцы. Всего таких колодцев будет 40. Сейчас изготавливают локально-очистные сооружения. Полностью обустроить и подключить ливневую канализацию городской сети планируют в конце лета. На строительство из краевого и городского бюджетов выделено 103 миллиона рублей. Герман Кудеяров, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.